Дорогие телезрители, мы продолжаем наш телекурс «Опасные растения и животные», а сегодня мы поговорим с вами о своеобразном царстве, которое носит название «Царство грибов». Дело получается в том, что грибы изначально относили к царству растений. До сих пор даже грибы изучают в курсе ботаники. Но тем не менее, по современным представлениям, грибы выделены в отдельное царство, так как они занимают промежуточные положения между растениями и животными, но имеют свои специфические для грибов признаки. Грибы имеют огромное практическое значение. Грибы довольно широко используются человеком, так как грибы являются продуцентами различных веществ, в том числе и полезных человеку. Но тем не менее, среди грибов встречаются так называемые ядовитые или несъедобные грибы, то есть те грибы, которые могут быть опасны для человека. Существует научная классификация грибов, но в нашей передаче мы будем придерживаться классификации грибов по морфологическим признакам. А именно, мы будем делить грибы на макро- и микромицеты. К макромицеты мы будем относить те грибы, которые имеют шляпки, то есть шляпочные грибы. То есть те, которые мы, в общем-то, ходим и собираем в лесу. А к микромицетам мы будем относить грибы, так называемые плесневые грибы, которые имеют микроскопически малые размеры. О плесневых грибах мы начали говорить на предыдущей передаче. Мы с вами говорили о том, что плесневые грибы, несмотря на то, что они имеют, опять-таки, большое практическое значение, так как они являются продуцентами различных веществ, например, ферментов, антибиотиков, органических кислот и так далее, и тому подобное. Но многие плесневые грибы или плесени могут также быть опасными для человека, так как производят различные токсины. И вот, в частности, такой гриб, который носит название аспергилос флавус, является продуцентом так называемого афлотоксина. Это токсин, который может накапливаться на различных продуктах питания и затем, попадая в пищеварительный тракт человеку, может вызывать различные отравления. Ну, а сегодня мы поговорим о так называемых эрготоксинах. И их эрготоксины – это основные действующие вещества из плодовых тел паразитического гриба, который носит название споринья. Давайте-ка обратим на него внимание. Вот на этом слайде представлены склерозы спориньи. Дело получается в том, что паразитический гриб споринья паразитирует на различных злаковых растениях, в том числе на таком растении, как рожь, пшенице. И здесь вот представлены такие вот черные рожки. Это так называемая покоящаяся стадия или склерозы спориньи, которые накапливают различные алкалоиды. Всего в склерозах спориньи содержится около 50 соединений. И среди этих соединений имеются такие вещества, которые носят название эрготамин. Вот эта формула этого вещества представлена внизу – это алкалоид, а также эргозин, эргосикалин, эрго-кристин и так далее. Все они объединяются под общим названием эрготоксины. Эрготоксины обладают выраженной биологической активностью. Под их действием наступает спазм гладкой мускулатуры кровеносных сосудов и матки. Также снижаются эффекты адреналина и серотонина. А также развивается галлюцинация. Ну и стимулируется дыхательный центр. Нужно сказать, что отравление может возникать, когда склерозы непосредственно попадают в пищу человека. Это может быть, например, они попадать могут с мукой или, допустим, с хлебом, который находится в склерозе. То есть когда семена не освобождены от этой спарыньи, и вот эти склерозы спарыньи перемалываются вместе с зерном. В таком случае мука заражается вот той самой спарыньей и может вызвать отравление. Да, абсолютно точно. Но тут нужно отметить, во-первых, вот те вещества, то есть те алкалоиды, которые содержатся в спарыньи, как ни странно, они довольно нестабильные. То есть они довольно быстро могут распадаться. То есть при термической обработке они будут распадаться? Да, при термической обработке, соответственно, их действие будет уменьшаться, потому что они подвергаются разложению довольно быстрым. Кроме того, считается, что при длительном хранении муки, или, в частности, муки, происходит опять-таки разрушение вот этих вот алкалоидов, которые находятся в спарынье. Причем у ржаного хлеба разрушение идет на 85%, у пшеничного практически до нуля. То есть через некоторое время, несмотря на то, что там имеются склероции, алкалоидов там не будет. Ну, просто, в общем-то, соответственно, вкус у хлеба тоже не будет. Вкус хлеба тоже, в общем-то, будет довольно специфичным. Ну, если кузовое качество теряется, естественно, если там склероция. То есть, что если мука или там зерно достаточно долго хранится в хлебохранилище, то со временем вот этот эффект действия склероции спарыньи, он исчезает. Но при этом мука все равно будет испорчена, потому что при перемолке вот этой самой склероции мука приобретает достаточно неприятный вкус. Да, абсолютно точно. Какова картина отравления? Вот именно этими алкалоидами, которые содержатся в склероции. Давайте еще раз обратим внимание на эти склероции. Вот хотелось бы отметить еще и такой факт, что, конечно же, отравление в основном наступало где-то в средние века. Сейчас, в общем-то, отравление склероциями все идет, все уменьшается и уменьшается, практически не наблюдается, потому что существуют действенные способы борьбы со спараньей. Но, тем не менее, основные симптомы отравления спараньей, или так называемый эрготизм, это болезнь, вызванная эрготоксинами, находящиеся в склероции к спаранье, могут проявляться в двух клинических формах, а именно гангренозные, так называемые антонов огонь, и конвульсивные, так называемые злые корчи. При гангренозной форме острые боли и чувства жжения в конечностях, развитие сухой гангрена, вплоть до отторжения мягкой ткани, или целых конечностях в местах суставных сочленений. Наиболее тяжелой формой является конвульсивная, характеризующаяся психическими расстройствами, которые возникают через 2-3 недели, а в тяжелых случаях и на третьи сутки. Отмечается тошнота, рвота, понос, спазмы, боли в животе. Воздействие на центральную нервную систему сопровождается бессонницей, так скажем, такое психомоторное возбуждение. И вот, наверное, такое общее состояние даже ближе напоминает алкогольное опьянение в некоторых случаях. Но вот что самое интересное, в середине прошлого века было отравление с пареньей, так скажем, жителей одной французской деревни. Так вот, у них было где-то 30 человек отравились хлебом, в которых находились клееросы и с пареньей. И отравление, какие у них были симптомы? Ну, во-первых, естественно, у них было головокружение, тошнота. А кроме этого, у них были галлюцинации. И галлюцинации выражались в том, что жители деревни как будто преследовали различные демоны. И различные демоны, ну и, в общем-то, какие-то нечистые силы. Но через некоторое время, естественно, большинство жителей деревни поправились. Но с летальным исходом, летальный исход был у пяти человек. То есть где-то, в общем-то, пять человек были мертвы, погибли. В результате, опять-таки, принятия склероза в спрыне. То есть здесь можно сказать, что, опять-таки, действие склероза в спрыне, то есть алкалоидов, которые в ней находятся, зависит тот еще от состояния самого человека. То есть от его, собственно говоря, здоровья. И от его организма. Кроме этого, когда исследователи рассматривали некоторые случаи, так скажем, проявления признаков ведьмы у девочек-подростков в Средние века, то оказалось, что некоторые вот те образы, которые они видели, опять-таки, очень напоминали те образы, которые происходили при отравлении эрготоксинами спрыньи. То есть обвинение девочек-подростков в колдовстве во многих случаях было связано отравлениями вот именно алкалоидами спрыньи. То есть спрынья имеет, кроме всего прочего, еще и галлюциногенное действие и, соответственно, может вызывать, такие, скажем, эффекты каких-то зрительных образов, которые вполне возможно, вот они, значит, имели какое-то достаточно большое значение в Средние века. И, кстати говоря, совсем не случайно два основных, две основные картины отравления спрыньей, носят такие вот образные, скажем, древние названия, как Антонов Агония, Злые Корчи. И, действительно, спрынья достаточно широко употреблялась и в различных ритуалах, связанных и с шаманизмом, и с каким-то всяким ведьминским вареньем, которые были в Средние века. И, скажем, вот благодаря вот такому своему широкому распространению, действительно, вошла, скажем, как некий такой даже уже культурный фактор в истории многих народов, которые занимались возделыванием зерновых культур. Так что спрынья, она имеет, с одной стороны, вот такой, как и растительный яд, грибной яд в данном случае, и, в общем-то, имеет даже некоторую культурную историю, будем так о ней говорить. Ну, нужно сказать, еще вот такой вот момент отметить, что сейчас спрынья, хотя с ней, в общем-то, существуют действенные методы борьбы со спрыньей, ее выращивают искусственно для того, чтобы как раз получить из нее вот эти вот алкалоиды. Причем выращивают, культивируют спрынью, селектируют спрынью, то есть на предмет наличия в них тех или иных, именно тех или иных алкалоидов. И затем алкалоиды из них добывают и уже используют их в качестве лечебного материала. То есть материал спрынья используется как лекарственное сырье? Да, да. То есть, несмотря на то, что это растение является довольно опасным, ой, этот гриб является опасным, его используют в лечебных целях. В общем, как правило, так всегда и бывает, что яды в малых количествах, они являются лекарствами и очень часто используются в медицинской практике. И тут опять-таки возникает, отравление может наступить при неправильном принятии препаратов алкалоидов, в частности, алкалоидов спрыньи. Это тоже, в общем-то, нужно учитывать. Здесь еще нужно учитывать тот факт, что кроме галлюциногенных свойств спрыньи и ее свойств как такого отравителя, как отравляющего вещества, спрыньи были известны издревле и медицинские свойства вот этих алкалоидов спрыньи. И поэтому в некоторых деревнях спрыньи использовали как некоторое лекарственное средство. Ну и, естественно, что самолечение спрыньей, какой-то попытки использовать ее без назначения врача для излечения каких-либо недугов, оно, естественно, недопустимо и может привести к большому отравлению. И какова первая помощь или пропилактика при отравлении спрыньей? Ну, в первую очередь, если это произошло, применяют промывание желудка, взвесью активированного угля в 2% растворе гидрокарбоната, то есть в 2% растворе соды, а также солевые и слабительные. Ну, а кроме этого, естественно, необходим контроль за состоянием пищевых продуктов, кормов, а также изъятие пищевых продуктов, подозреваемых на загрязненность, вот именно в данном случае спрыньей. Ну, мы с вами поговорили о микромицетах, то есть о тех грибах, которые, в общем-то, несмотря на свои довольно микроскопические малые размеры, они имеют довольно, некоторые из них могут быть довольно опасными для человека. И сейчас хотелось бы, конечно, поговорить о так называемых макромицетах. К макромицетам, еще раз хочу подчеркнуть, мы будем относить все шляпочные грибы, и, наверное, как раз о шляпочных грибах мы и будем вам говорить. И нас интересуют в первую очередь так называемые ядовитые макромицеты, то есть именно те грибы, которые собирать либо не надо, либо не рекомендуется. И грибы традиционно принято разделять на съедобные, условно съедобные, практически несъедобные и ядовитые, в том числе и смертельно ядовитые, то есть в группу ядовитых входят и те грибы, которые есть вообще ни в коем случае нельзя, так как они являются смертельно ядовитыми. Но, рассматривая макромицеты как продукт питания, нужно еще сделать ряд таких вот ремарок или замечаний. Но, во-первых, грибы сами по себе являются трудно перевариваемой пищей. Это связано в первую очередь с тем, что в грибах содержится, или в клеточных стенках грибов содержится вещество, близкое к хитину, и это вещество само по себе трудно переваривается человеческим организмом. А кроме этого, грибы, которые могут расти, например, вдоль автомобильных дорог, являются в первую очередь накопителями различных, в том числе тяжелых, различных ядовитых веществ, в том числе и тяжелых металлов, и поэтому даже съедобные грибы могут оказаться несъедобными, то есть или даже смертельно ядовитыми, за счет того, что они просто накапливают в себе вот эти вот ядовитые вещества, в частности тяжелые металлы. Надо сказать, что в некоторых странах специально запрещено даже сбор грибов возле автомобильных дорог, и иногда даже запрещают вообще, в принципе, какой-либо сбор грибов, скажем, в природных условиях, благодаря тому, что в этих странах, допустим, большой уровень загрязнения окружающей среды, достаточно большое количество промышленных предприятий, и в таких случаях грибы, например, употребляют в пищи только те, которые выращены в каких-либо хозяйствах, на всевозможных грибных фермах. Ну, это, как правило, бывают либо шампиньоны, либо вешенки. Как правило, эти два гриба в наибольшей степени возделываются в культуре. А, скажем так, дикие грибы, они действительно могут быть ядовиты в самых неожиданных случаях, и мало того, что грибы сами по себе могут накапливать достаточно большое количество химических соединений, которые вредны для человеческого организма. Плюс к этому, чем дольше гриб живет, то есть чем дольше в продолжительной жизни, тем он накапливает в своем мицелии большое количество продуктов своего собственного метаболизма. И даже, скажем, элитные грибы, которые всегда мы считали съедобными, они с возрастом могут становиться несъедобными или, может быть, даже ядовитыми. Ну, например, хорошо всем нам известный гриб подберезовик. Как правило, старые грибы, которые уже большие, достаточно трухлявые, их лучше не собирать, потому что подберезовики отличаются как раз тем, что они, будучи в молодом и среднем возрасте съедобными и даже, отчасти, можно сказать, вкусными, деликатесными, с возрастом старые грибы становятся условно ядовитыми. Поэтому к сбору, например, старых подберезовиков нужно относиться очень и очень осторожно. Точно то же самое можно сказать вообще, в принципе, о всех старых грибах съедобных, отначаясь вот таким элитным, таким группам грибов, как трубчатые грибы, или, например, элитные пластинчатые грибы, такие как грузди, например. Вот действительно, чем старший гриб становится, тем он, в общем-то, при его поедании возникает риск получить отравление. Получается, что некоторые грибы становятся вторично несъедобными? Совершенно верно. То есть они действительно с возрастом, то есть вторично, становятся несъедобными или, может, даже ядовитыми. А они из-за возраста, во-первых, из-за того, что они могут расти в каких-то районах, в общем-то, с повышенной загрязненностью воздуха, почвы и так далее. Да, и плюс к этому очень интересно, что грибы в разных районах, скажем, накапливают токсины по-разному. И, соответственно, очень часто бывает зависимость накопления токсина от климатических условий конкретного лета. И, ну, естественно, чем лето жарче, тем количество, скажем, токсинов, которые накапливаются в грибах, оно становится все больше и больше. То есть в жаркое, сухое лето сбор грибов может привести, даже съедобных грибов может привести к отравлению. То есть сбор и употребление в пищу грибов может привести к отравлению. Поэтому, особенно в южных районах нашей страны, в жаркие, засушливые годы, скорее всего, лучше всего вообще воздержаться от сбора грибов. Вот можно сразу провести такую вот грань, да, существует так называемая вот такая классификация, о которой я говорила, да. Но съедобные грибы могут быть вторично несъедобные вот благодаря вот тем вот, так скажем, вещам, можно так сказать, о которых вы только что говорили. Вот. Но кроме этого существуют так называемые ядовитые грибы. Так вот они ядовитые не потому, что они растут, допустим, в зонах какой-то с повышенной неблагоприятным состоянием окружающей среды, а из-за того, что у них накапливаются так называемые микотоксины. Вот именно эти микотоксины и придают этим грибам их ядовитые свойства. Ну, вообще, в принципе, если посмотреть на весь объем видов грибов, которые обитают в нашей стране, то, ну, так, скажем, такая позитивная информация заключается в том, что большее подавляющее число грибов, обитающих в нашей стране, это все-таки грибы либо съедобные, либо, значит, условно съедобные, либо несъедобные. А вот по-настоящему ядовитых грибов, то есть в тех, в которых накапливаются микотоксины, которые могут быть смертельно ядовиты, их, в принципе, не так уж и много. Все грибы, большая часть грибов, их так или иначе можно при определенной термической обработке, или, наоборот, влажной обработке, то есть вымачиванию, варке, в принципе, их можно использовать в пищу. Но все равно существует единое правило, что грибы, которые вы не знаете, которые вы не представляете, что это за вид гриба, их ни в коем случае собирать нельзя, несмотря на даже на то, что большая часть грибов в нашей стране, они, в общем-то, можно отнести к группе так или иначе съедобных грибов. Потому что микотоксины чрезвычайно обладают интенсивным действием, и попадание даже небольшого кусочка ядовитого гриба может привести к летальному исходу. А кроме того, если вы, допустим, съедаете съедобные и несъедобные грибы, да, вот случайно попал в съедобные грибы какой-то несъедобный гриб, то у вас, в первую очередь, грибы, они обладают такой способностью, они усилят ферментативную активность пищеварительного тракта. И поэтому, если в съедобных грибах находится несъедобный кусочек, он будет усиленно всасываться в пищеварительный тракт, в такой вот смеси, так скажем. То есть наличие тех же самых съедобных грибов в смеси, оно только усилит действие несъедобного и ледовитого гриба? Да, потому что, в общем-то, общее свойство грибов заключается в том, что они усиливают ферментативную активность пищеварительного тракта. То есть таким образом они воздействуют на пищеварительный тракт. Но в первую очередь мы хотели бы начать обсуждение грибов с так называемых несъедобных грибов. Но тут нужно отметить, что не все из так называемых несъедобных грибов обладают прямыми ядовитыми свойствами. Вот те грибы, которые здесь представлены, а именно желчный гриб, перечный гриб и свинушка толстая, они имеют лишь неустранимый горький вкус, жесткую, невкусную мякоть и имеют, большинство из таких несъедобных грибов, имеют неприятный запах. Да, нужно сказать, что в принципе многие наши грибы имеют достаточно такой горький привкус. Особенно это относится к грибам, так называемым млечникам, те, которые на срезе выделяют молокоподобный секрет. Но при этом нужно сказать, что, как правило, у млечников их горький вкус устраняется либо вымачиваем, либо варкой, а вот у несъедобных грибов, таких как, например, желчный гриб или перечный гриб, вот этот вкус, неприятный вкус, он практически неустраним, и хотя в принципе его можно употребить в пищу, и, скорее всего, в лучшем случае человек, который употребляет эти грибы в пищу, отделается, может быть, легким пищевым отравлением, легким расстройством желудка, а может быть и вообще ничего не произойдет, то вот этот вкус, он все равно неустраним, и самая большая, ну тут даже не опасность, заключается в том, что, например, тоже самый желчный гриб, он по внешнему облику очень похож на многие грибы благородные грибы, так называемые трубчатые благородные грибы, и даже очень часто бывает, что эти желчные грибы иногда собирают и продают под видом благородных грибов. Ваш покорный слуга даже однажды наблюдал в центре Москвы, на Арбате, как один из грибников продавал непосредственно желчные грибы и выдавал их за белые или за подберезовики. Ну, отличить их достаточно просто, желчные грибы, в силу том, что у них розоватая мякоть под шляпкой. Даже здесь вот видно, что она розоватая. Да, в отличие, совершенно верно, в отличие от благородных белых или подберезовиков, у них сетчатый рисунок на ножке. Ну и еще есть один такой диагностический признак, который все равно четко позволит вам отличить желчный гриб от благородных грибов. Это, ну, во-первых, у него на срезе он начинает достаточно быстро розоветь, не синеть, как подберезовик, а именно розоветь. Ну и потом, чтобы полностью удостовериться, можно лизнуть желчный гриб, и действительно будет такой желчно-берковатый неприятный привкус. Чего не бывает, например, от белых грибов или подосинников, или подберезовиков. То есть здесь можно сделать такой вывод, что несъедобные грибы есть можно, но не нужно. Да, совершенно верно. Потому что, несмотря на то, что они обладают, в общем-то, довольно слабыми, так скажем, вкусовыми качествами, они еще могут вызывать легкие пищевые отравления. Но, тем не менее, иногда, вот, в общем-то, свинушку толстую употребляют в пищу. Используют в пищу, предварительно ее обрабатывая. Да, какая-то термическая обработка предварительно, и тогда, в принципе, действительно используют в пищу, точно так же, как и свинушку тонкую, от которой мы поговорим чуть попозже. Вот, как раз мы хотели поговорить сейчас о свинушке тонкой и о строчке, которая относится к так называемым условно ядовитым грибам. Ну, что, собственно говоря, представляет из себя эта группа условно ядовитые грибы? Ну, допустим, например, та же самая свинушка тонкая, в общем-то, издавна считалась ядовитым грибом, на самом-то деле. Его, в общем-то, не использовали в пищу, хотя этот гриб довольно широко распространенный. Особенно много его, допустим, в подмосковных лесах. Ну, довольно один из самых распространенных, можно сказать, пластинчатых грибов, шляпочных пластинчатых грибов. Но в связи, опять-таки, с развитием человеческой деятельности, в связи с тем, что уменьшается леса и уменьшается количество грибов, естественно, люди стали собирать и свинушку тонкую. И тут произошел следующий, очень интересный момент. Оказалось, что где-то с середины прошлого века стали поступать различные... Стали поступать... Ну, возникали случаи отравления именно свинушкой тонкой. Причем отравление случалось не после первого приема пищи, этой свинушкой тонкой, а через некоторое время. То есть тогда, когда человек довольно часто использовал эту свинушку тонкую, то есть он ее мариновал и использовал каким-то образом в пищу. Или бы другим образом в пищу использовал. Оказалось, когда стали исследовать вот вещества, которые находятся свинушкой тонкой... Давайте обратим на нее внимание. Она здесь представлена как раз слева. Вот такой вот, наверное, всем известный такой шляпочный пластинчатый гриб. Оказалось, что свинушка тонкая содержит различные вещества, в том числе вещество, которое находится в мухоморе, которое носит название мускарин. Это, в общем-то, ядовитое вещество. Кроме этого, различные белки, токсические белки, которые могут влиять на состав крови, изменять состав крови. И при этом свинушка тонкая, токсические вещества, находящиеся в свинушке тонкой, как раз действуют по накоплению, то есть обладают таким кумулятивным действием. Если вы, в общем-то, используете в пищу свинушку тонкую, допустим, однократно, то наверняка с вами ничего не случится. Но если это будет постоянно, то вполне возможно различные отравления вот именно этим грибом. Точно таким же действием, как и свинушка тонкая, обладает им изображенный здесь же на слайде строчок. Это гриб весенний, который появляется в наших лесах весной. Он достаточно оригинально выглядит и представляет из себя, вот видите, такой, нельзя до конца отнести полностью к шляпочным грибам. Это такой коричневый, достаточно интересный по форме гриб. И, как правило, его очень часто собирают, потому что гриб достаточно многочисленный. И, изголодавшись за зимний период по отсутствию грибов, как правило, грибники с восторгом собирают этот гриб. Строчок по своему действию тоже очень похож на вышеописанную свинушку тонкую. Он тоже относится к условно ядовитым грибам. И самое интересное в биологии строчков заключается в том, что в зависимости от тех мест, где они произрастают, они могут в той или иной степени быть, скажем, их ядовитость проявляться в той или иной степени. То есть они в ряде мест, они могут быть практически не ядовиты, и их сбор не несет за собой никаких последствий. Это, как правило, те места, где строчки растут на бедных почвах при достаточном увлажнении. То есть, скажем, на севере нашей страны, вот там строчки практически не ядовиты. А вот строчки, которые растут на почвах более богатых, вот эта популяция строчков действительно может накапливать в себе токсины и вызывать достаточно серьезные пищевые отравления. При этом, надо сказать, что достаточно длительное время существовало мнение о том, что те токсины, которые находятся в строчках, они достаточно легко и быстро устраняются путем варки. И поэтому эти грибы всегда собирали и подвергали вот такой термической обработке варки. И после этого употребляли, дальше из них готовили какие-то блюда, употребляли в пищу. Однако, последние исследования показали, что токсины, находящиеся в строчке, они не устраняются путем кипячения. Они находятся в этом грибе и они не разлагаются при воздействии температур. Поэтому строчки в избежание таких пищевых отравлений лучше не собирать, потому что спрогнозировать, есть ли в этом грибе токсин или нет в этом грибе токсина, и, так сказать, пронесет или не пронесет, в данном случае при сборе строчка, наверное, не стоит. Но вот что самое интересное, что раньше думали о том, что там содержится ряд органических кислот, которые объединяли под словом гельбеловая кислота, а потом выяснили, что там содержится действительно токсическое вещество, о котором вы говорили, так называемый гирометрин. И именно он может накапливаться вплоть до каких-то определенных досмертельных доз, вот именно в строчку, в строчке. Да, причем картина отравления, в общем, достаточно серьезная при отравлении строчками. Это и понос, это и головные боли, это и нарушение сердечной деятельности, это и расстройство пищевательной системы. И при благоприятном в течение отравления через где-то сутки-двое происходит постепенное выздоровление. При большом потреблении строчков, соответственно, такая общая картина пищевого отравления может затянуться практически на неделю. И первая помощь, конечно, при отравлении, ну, не только строчков, но и всеми подобными грибами, это промывание желудка, это марганцово-кислым калием. И какие-либо действия, связанные с приемом ацербентов, например, активированный уголь или набор активированных углей, который мы знаем, называется полифипам, одно из очень хороших лекарственных препаратов, помогающих при пищевых отравлениях. То есть каким-либо образом выведение или инактивация токсина внутри организма. При этом строчки очень часто путают с другим весенним грибом, который появляется в наших не только подмосковных, но и в лесах практически по всей территории России. Это сморчки, которые давайте посмотрим на следующем слайде. Вот сморчки, в отличие от строчков, это абсолютно съедобный гриб, который не содержит никаких грибных токсинов. И отличить его от строчка можно достаточно просто. Если строчок, у строчка шляпка, скажем так, расположена, как некий такой бугорок на земле, то у сморчков и у сморчковых шляпок шляпка коническая, и сморчки выглядят как некие такие столбики. Но нужно сказать, что в некоторых сморчках тоже, в общем-то, находили такое вещество, которое находили в строчках герметрии, на котором мы говорили, тактическое вещество. И поэтому все-таки рекомендуют сморчки предварительно перед использованием пищи их отваривать. Или даже высушивать. Некоторое общее свойство всех грибов, точнее, рекомендация по потреблению всех грибов, что лучше их сначала отварить. Но из-за того, что в сморчках, еще раз хочу подчеркнуть, находится вот это токсическое вещество, которое находится и в строчках, может находиться в сморчках. Поэтому рекомендуется, либо рекомендуется их высушивать. Потому что считается, что при длительном высушивании это вещество, а именно герметрина, может распадаться. Ну, а давайте мы коснемся еще следующих грибов, которые относятся к так называемым грибам с предполагаемой ядовитостью. К ним относятся так называемые ложные опята, зонтики и говорушки. Давайте обратим на эти грибы внимание. Вот здесь представлены различные грибы с предполагаемой ядовитостью. Вверху представлены так называемые серно-желтые ложные опята, внизу кирпично-красные, говорушки и так называемый гриб-зонтик. Ну, вообще, нужно сказать, что, в принципе, грибные токсины до конца еще не изучены. И поэтому вот такая категория, как грибы с предполагаемой ядовитостью, говорит о том, что, в общем, действительно у грибов вполне возможно есть какие-то токсины, которые содержатся в мицелле этого гриба. Но они не выявлены, и говорить на 100%, что этот гриб ядовит, достаточно сложно. Если взять группу так называемых ложных опят, которые здесь представлены, два вида, это серно-желтый опенок и кирпично-красный опенок, то известны случаи употребления кирпично-красного опенка в пищу после длительной варки, и, в общем, известны случаи, что никакого побочного эффекта потребления этих грибов не было, но также известны случаи легких пищевых отравлений при потреблении ложных опят. В то время как, например, опенок серно-желтый, он никогда не потребляется в пищу именно за счет своего такого горьковатого вкуса, неустранимого при варке. Поэтому дальнейшие исследования могут показать, действительно ли эти грибы содержат какие-либо токсины, но, естественно, собирать эти опята ни в коем случае не стоит, и когда вы идете в лес осенью, чтобы собрать настоящего опенка, нужно абсолютно четко иметь представление об отличии вот этих двух видов опят, серно-желтых и кирпично-красного, от настоящего осеннего опенка. Вот в чем же отличие, например, вот этих вот ложных опят от настоящего осеннего опенка? Ну, тут достаточно много отличий. Ну, во-первых, у настоящего опенок окрашен совершенно иначе. Все-таки ядовитые или грибы там с предполагаемыми, все-таки у них окраска несколько иная. И вот названия этих двух видов опят очень четко дают картину отличия. Во-первых, и у серно-желтого опенка, и у опенка кирпично-красного шляпка окрашена либо в желтовато-красноватые такие тона, в то время как у настоящего опенка осеннего шляпка такая коричневатая, с характерными чешуйками, которая, в общем-то, не содержит никаких ярких тонов в окраске. Если взять пластинки, которые находятся под шляпкой, то у этих двух видов опят они, как правило, сероватого цвета, в то время как у настоящего осеннего опенка они светлые. Ну и плюс к этому, там и ножка отличается тоже тем, что у этих двух опят ножки, скажем, тоже имеют какую-то окраску под цвет шляпки, они тоже яркие. То есть они как бы всем видом своим показывают то, что они очень яркие, ядовитые. В то время как обычный осенний опенок, он не столь ярок по своей расцветке. Их значительно проще перепутать, так называемый, с летним опенком, у которого достаточно тонкая ножка, и он по своему внешнему облику очень похож на серно-желтый опенок. И в таком случае уж просто здесь, наверное, должен сыграть навык опытного грибника, который имеет уже опыт отличия этих опят от настоящих опят. И вот непосредственно летний опенок рекомендуется собирать тем людям, которые абсолютно четко уверены в том, что они различают, допустим, серно-желтый опенок от настоящего опенка. Ну а по времени они примерно в одно и то же время возникают? По времени ситуация несколько другая, что период появления плодовых тел у серно-желтых опят и кирпично-красных опят, он достаточно растянутый. И он захватывает и конец июня месяца, и июль месяц, и август, и сентябрь. В то время как мы знаем осенний опенок, который наиболее массово собирается грибниками, он появляется в августе-сентябре. Поэтому если вы видите опята, которые появились раньше срока, то, наверное, их собирать не стоит. Это вполне может быть какие-то грибы, которые будут несъедобны или, может быть, даже ядовиты. Но в любом случае ориентироваться нужно, конечно, по внешнему виду опенка, то есть хорошо представлять себя осенний и летний опенок. А также, естественно, можно ориентироваться и по вкусу. Как вы говорили, что серно-желтый опенок, он как раз имеет такой довольно горький вкус, который никак не проходит при любых обработках. К условно ядовитым грибам относятся и следующие грибы, о которых мы хотели поговорить сами. Это так называемый сатанинский гриб и так называемый гриб-навозник. Вот гриб-навозник, в первую очередь, с ним связаны и то, что он содержит различные вещества, которые могут всасываться только с алкоголем. При этом эти вещества, ну, с различным спиртным, при этом эти вещества, когда всасываются в кровь, они вызывают у человека, например, одышку, возможно, какие-то очень серьезные аллергические реакции, тошнота, и тошноту вызывает, и чувство страха. Поэтому вот даже, в общем-то, в некоторых случаях навозник, вещества, которые получают из навозника, используются для лечения алкоголизма. Давайте как раз обратим на этот гриб внимание. Вот здесь вот представлен навозник как раз справа вверху, но их относятся либо к условно-ядовитым грибам, либо к грибы, ранее считавшиеся ядовитыми. Вот видите, он, в общем-то, имеет довольно неприглядный вид и, скорее всего, его, в общем-то, ни с кем не перепутаешь, и в пищу его, как правило, не используют. Ну, тут достаточно интересная ситуация с навозниками. Дело в том, что в некоторых районах нашей страны есть традиция употребления навозника в пищу, и, в общем, он действительно, если его жарить и употреблять в пищу без, скажем, сочетания с приемом алкоголя, то это достаточно вкусный по своим органометическим качествам гриб, который, в общем-то, вполне съедобен. Но стоит его по укоренившейся русской традиции, так сказать, сочетать с каким-либо алкоголем, например, с водкой, то это может привести к достаточно серьезным последствиям, то есть натуральному пищевому отравлению. И поэтому вот непосредственно навозники и вещества, которые можно получить из навозников, очень часто предлагается использовать при лечении алкоголизма. Тем более, что он обладает достаточно длительным действием вещества, которые находятся в нем, они остаются в организме, и после потребления навозника еще достаточно долго нельзя потреблять алкоголь, потому что эти вещества начинают проявлять свое действие и приводить к все новому и новому пищевому отравлению. Даже считается, что после нескольких дней, после приема навозника, сохраняется действие этого вещества. Совершенно верно. А вот расположенный рядом на сладе цитоненский гриб, с ним связана немножко другая история. Он за счет своей яркой, отпугивающей окраски, она действительно достаточно яркая, это серая такая, мертвецки, бледная шляпка, это очень ярко окрашенная желто-малиновая ножка, это достаточно быстрое синение и даже чернение на срезе. Этот гриб долгое время считался ядовитым, даже смертельно ядовитым. Если вы откроете справочники по сбору грибов, изданные допустим в 40-е, 50-е, 70-е годы прошлого века, то там вы найдете описание сатанинского гриба как одного из самых ядовитых грибов нашей страны. И недаром и в названии указано, что это сатанинский гриб. Но последние исследования показали, что токсинов в этом грибе практически не содержится, то есть не больше, чем в остальных грибах. И оказалось, что у него вполне достаточно приятный вкус. И в принципе этот гриб можно собирать и можно использовать в пищу. А свое название сатанинский гриб, он получил, в общем-то, из своего внешнего вида, в первую очередь, такого довольно устрашающего. Но если мы будем дальше продолжать говорить о ядовитых грибах России, конечно, наше внимание будет приковано к следующим грибам, которые носят названия мухоморы различные, относящиеся к роду мухомора, а также такой, в общем-то, довольно смертельный ядовитый гриб, который носит название бледная поганка. Давайте мы с вами коснемся как раз мухоморов. Мухоморы встречаются довольно часто, а среди мухоморов встречается довольно много видов. Здесь вот представлены определенные виды мухоморов. Вот справа вверху представлен так называемый мухомор пантерный. Но созревает этот гриб в августе-сентябре. Ядовитыми органами являются плодовые тела, которые могут быть по ошибке использованы в пищу, но его можно принять, в общем-то, в некотором отношении за сыроежку. Основные токсические вещества трапаново-алкалоиды, а также вещество, которое также содержится в сменушке тонкой, которое носит название мускарин. Сочетание вот этих вот веществ дает своеобразную картину интоксикации. И основные симптомы проявляются после того, как вы используете этот гриб через один-два часа, а именно тошнота, рвота, понос, слух и слизистых, затруднение глотания, повышение температуры, тахикардия, расширение зрачка. Но при тяжелых случаях это, в общем-то, такое психомоторное возбуждение, даже состояние эйфории, которое вот наблюдается при использовании этого мухомора пантерного. А также, кроме этого, возникают различные галлюцинации. Надо сказать, что сходным действием обладает вообще вся группа мухоморов. И вот изображенные также на слайде и мухомор белый, и мухомор вонючий, и мухомор желто-зеленый. Это все виды мухоморов, которые очень похожи по их содержанию соответственно отравляющих, будем так говорить, веществ, и даже по части по внешнему виду на мухомор пантерный. Отличия мухоморов от всех остальных грибов достаточно очевидны. Ну, во-первых, это так называемые пластинчатые грибы. У них плоская шляпка во взрослом состоянии. Всегда есть мантия, которая остается в ювенильном состоянии, она покрывает гименей, то есть покрывает вот эти пластинки. А во взрослом состоянии она свисает вдоль ножки. И потом, как правило, у всех мухоморов на шляпке располагаются наросты в виде какого-то другого цвета или под цвет шляпки. У пантерного мухомора по коричневому фону располагаются белые пятна. Иногда они могут быть бурые. Ну, и, как мы знаем, у красного мухомора они тоже белые по красному фону. Так, и следующий как раз мухомор, так называемый мухомор красный. Вот здесь он представлен. Мухомор красный ничем не перепутаешь, так он имеет такую красную шляпку, собственно говоря, с такими вот белыми точечками. Но нужно сказать, опять-таки, что они содержат такие, также токсические вещества. Опять-таки, содержат мускарин. И токсичность определяется в первую очередь вследствие в основном действия мускарина и мускаридина. И нужно сказать, что отравление мухоморами наблюдается именно красными мухоморами сравнительно редко. Вот из-за того, что он имеет такой вот красный цвет, то есть отталкивающий красный цвет. И кроме этого, довольно легко заметить. Но, несмотря на это, основными симптомами отравления красным мухомором, который развивается довольно-таки быстро, через 30-40 минут, в некоторых случаях через 2 часа, а именно тошнота, рвота, боли в животе, повышенное пота и слюноотделение, слезоточение, одышка. А кроме этого, в общем-то, при отравлении красным мухомором, в том числе, так же, как и всеми остальными мухоморами, в некоторых случаях наблюдаются галлюцинации. Что довольно, например, часто использовалось. Ну, в различной практике, в общем-то, в шаманской практике. Ну, вот галлюцинации от красного мухомора, они определяются наличием такого вещества, как буфотенин. А вот, например, почему мухоморы получили название мухоморы? Потому что, действительно, в них содержится иботеновая кислота, которая, действительно, обладает неким инсертицидным действием. И именно за это мухоморы получили название мухоморы. То есть, те, кто морят мух. То есть, можно, в общем-то, взять, собственно говоря, этот гриб, его высушить и, в общем-то, будет отпугивать насекомых. То есть, вещество, которое уделяется этим грибом, будет отпугивать насекомых, да? Да. И плюс к этому мухоморы, конечно, чрезвычайно важны и в природе. Вот, как у нас показано на слайде, мухоморы очень часто потребляются копытными животными. И в двояковом таком применении. Во-первых, они используются как некое глистогонное средство, потому что для копытных животных они не столь ядовиты, как для человека. И, с другой стороны, в осенний период галлюциногенные воздействия мухоморов оказывают стимулирующее воздействие на копытных во время гона. И поэтому здесь мухоморы нарисованы рядом, в общем-то, с таким животным, как лось. Совершенно верно. Но, к сожалению, время нашей передачи дошло к концу. И на сегодня мы хотели бы с вами попрощаться. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго.